Водят как пленных немцев туда-сюда Этих несчастных, так сказать, таджиков Которые прекрасно владеют русским языком Или вы отравитесь изжаренным ими пирожком Бояться этих вещей нет необходимости Что вас могут слушать, смотреть за вами Это, конечно, наступать на свободу человеческую Да где у вас свободу такой личности? В Шарм-эль-Шейхе никакой революции нет Знаете, это очень сложный момент Приходят военные, сажают в тюрьму Где, например, в любую секунду акулы могут Отдика откусить бошку, например, или руки и ноги Самые известные люди России на самые злободневные темы Итак, трудно сказать, сколько сегодня в России Нелегальных мигрантов Их не касается перепись населения А списки федеральной миграционной службы содержат далеко не все имена Кто они? Непрошенные гости? Или мы сами их позвали? Может быть, они современные рабы? Или всего лишь новый класс разнорабочих мировой экономики? Называть их россиянами? Или сразу же, досрочно депортировать из страны? Кто они? Как нам относиться к этим людям? Вот об этом сегодня будут спорить участники нашего проекта Проблема с нелегальной миграцией Одна из самых актуальных тем и для нашего общества И для нашего государства И даже взять то, что Конечно, депортация нелегальных мигрантов Обходится налогоплательщикам То бишь нам достаточно Ну, в круглую сумму денег Я думаю, что проблема эта не национальная И не межнациональная Это проблема социальная Это проблема рабов И крышующих их рабовладельцев В России нет проблемы нелегальной миграции Есть проблемы с законом Поскольку есть проблемы с законом Очень серьезные То эту пустоту занимает коррупция Поскольку законов нету Сменяемости власти нету Контроля общественного нету То появляется коррупция И сегодняшняя нелегальная миграция Это огромная коррупционная кормушка Ну, конечно, если вы коррупционно набираете Через какую-то управу или ДЭС Привозите сюда тысячу киргизов По ведомости платите им 40 тысяч А на руки через старшего 15 То, конечно, русские там никогда не окажутся Зачем вам русские? Вам проще иметь дело с этой коррупционной схемой С учетом того, что у нас существует кадровый голод Нам нужны руки рабочие То есть кто будет, условно говоря, делать ту работу Которую, скажем, москвичи или петербуржцы Или россияне не хотят делать Просто, так сказать, в 90-е годы она, в общем-то, и не делалась Очень часто просто Поэтому города зарастали грязью И так далее Были там огромные цены на все Были там на фрукты, на овощи То есть нам нужны мигранты Нам они необходимы Нелегальная миграция означает подпольную экономическую деятельность А подпольная экономическая деятельность Это всегда, во-первых, низкое качество Во-вторых, цепочки взаимного подкупа А это уже угроза устойчивой работе всего государственного механизма Но в то же время есть замечательные мигранты Которые работают, ну, скажем, официантами или кассирами Которые прекрасно владеют русским языком К нам приезжают люди другой культуры Другой религии, другого языка Их присутствие в нашей этнокультурной среде Вызывает у значительной части нашего населения раздражение Поэтому эти конфликты будут усиливаться Количество убийств, изнасилований будет расти Которые совершают мигранты Неважно, легальные или нелегальные Та политика, которую проводят дело с Российской Федерацией На протяжении 15 лет, она потерпела фиаско То есть это все равно, что бороться с наркоманией Путем легализации наркотиков Вот таким образом Российская Федерация боролась с нелегальной миграцией Есть иммигрант, давайте его легализуем И он, типа, станет легальным, а значит, законопослушным Это абсурд Наш Михаил Ром в своем обыкновенном фашизме Обо всем рассказал, к чему приходит страна Где межнациональные конфликты решаются на уровне, так сказать, вот Создания боевых дружин, штурмовиков и так далее, и так далее Я все время хожу по Москве Вижу огромное количество мигрантов Никто их не преследует, никто их не прессует Езжу на такси Такси как возили, так и возят Почти исключительно узбеки Разговариваю с ними Никакого волнения и недовольства они не высказывают На 9 десятых это журналистская болтовня Я видел дворников, которые уже держат стаканчики такие пластиковые И наливают водку из бутылки И оглядываются, выпивают То есть это уже наши русские люди То есть я с удовольствием с этими дворниками выпью даже, постою Решение этой проблемы пока не найдено Но общество и власть хотя бы начали открыто говорить о проблеме нелегальной миграции Конечно разговоры пока очень осторожны Если против мигрантов народ настроить То некем будет строить А вот русские не хотят работать Они бунт рабов могут устроить Отправить что ли иностранцев домой? Их ничего не связывает с этой землей Они стараются вернуться обратно Да, больно, да, неприятно Мигрантов нам, увы, не переделать Большинство из них ничего не умеет делать История показывала, к сожалению, не раз И ничем они уже не отличаются от нас У нас в студии депутат Государственной Думы Павел Дорохин Выберите, кто для вас предпочтитель из мигрантов Таджик или молдаванин? Суть вопроса не передает позицию меня как гражданина и как человека У нас же интернационализм Для нас все люди хороши Но она должна быть в рамках политики А не в рамках хаоса Приезд сюда Скажите, значит, государство не контролирует миграцию? Мигранты приезжают бесконтрольно Заранее мы не знаем, где, в каких областях Каких даже территориальных подразделений государства они нужны Как это делается в той же Европе Как делается это в Беларуси Которые заранее определяют Сколько, когда и куда их нужно Тогда не будет хаоса Нужны трудовые визы Нужны залоги Должен браться залог с мигранта Для того, чтобы в случае Соответственно криминального поведения Лицеприятного поведения Этот залог был использован для депортации С нами был депутат Государственной Думы Павел Дорохин Самые известные люди России Спорят по самым актуальным вопросам До новых тем Субтитры создавал DimaTorzok